МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Призвание. Источник нашего счастья. Хобби. Источник нашей радости". Илья Шевелёв. Российский профессор-афорист. Мне кажется, что любое увлечение хобби это прожитая тобой параллельная жизнь, в которой ты счастлив. На то оно и хобби, что это только для себя. Это радует. А в жизни нужно заниматься тем, что тебя радует. Я всегда общаюсь с людьми, у которых есть какое-то хобби. Я понимаю, что мне этот человек интересен, потому что он любит жизнь. Сергей Любавин, Юлианна Шахова, Игорь Демарин, Наталья Дудкина. Моё хобби. Их было две, три, четыре, может быть, пять, десять. У меня их скопилось некое количество. И я поняла, что меня интересуют не просто разные чашки. Меня интересует их происхождение, из какого фарфора они сделаны. Я никогда особо не любила фарфор. Хотя знала, что мои предки из вербилок, из гарднеровского завода. Работали и в живописной, были скульпторами, живописцами, точильщиками, кем угодно. И всю жизнь работали там. Вы знаете, я поняла прелесть хорошего фарфора. И стала покупать и коллекционировать эти чашки. И вот мы стали ездить, когда в Европу чаще, мы стали оттуда привозить чашки. И вот это одна из моих любимец. Эта чашка где-то 1780 года. Сделана она на мануфактуре графа Прованского, который был братом Людовика XVI и потом стал Людовиком XVIII. Вот такая замечательная чашка. Он вообще был рейдер. Он захватывал все фарфоровые производства, которые мог. А когда стал королем, наверное, у него в этом не было соперников. Но я очень люблю эту чашку. Она была сделана, когда Наполеон даже еще не учился в артиллерийской школе. Вот такая у меня страсть. И у меня много этих чашек. Я уже разбираюсь более-менее как-то и в клеймах. Могу понять и определить время, и где делается. И мне, конечно, приятно, когда во Франции захожу в антикварный магазин. Мне предлагают какую-то чашку. Я говорю, что нет, это Германия, а мне нужна Франция. Не глядя на клеймо. Не пей меня до донышка. Оставь другим немножечко. Кружи меня, качай меня. Но не дружи со мной. Не пей меня до донышка. Оставь другим немножечко. Кружи меня, качай меня. Но не дружи со мной. Мама все поставила на карту. Сынок должен быть музыкантом. За что я, конечно, благодарен. Она просто заставила меня заниматься. И я занимался. Какой я с завистью смотрел на тех пацанов, которые ходили. У нас все во дворе как-то было. И спортивная площадка, и авиамодельный. Авиамодельный кружок. Эта авиамодельная история у меня осталась на всю жизнь. И что вы думаете, значит, живя, значит, в своем районе, я вдруг смотрю, что за интересный магазин такой, хобби называется. И какие-то самолеты, значит, вертолеты, там, картинки. Я захожу туда, и все, я теряю сознание от этого вида. Боже мой, моему счастью, я все сразу скупил в один день. Все самое необходимое. Нужно тебе это, не нужно. Все, самолет купил. Значит, пульты все эти, они очень дорогие. Все это было скуплено. Все инструментики, все отверточки вот эти вот фирменные, американские. И только для этих самолетов больше ни для чего. Я все это и дома поставил, я еще долго сидел, смотрел, на это просто наслаждался. Потом стал собирать это все. Это действительно ощущение, как будто бы ты летишь. Потому что этот самолет, который ты отправил в воздух, полностью управляет с тобой земли. Зимой очень красиво. Очень красиво. Вместо шасси колес цепляешь лыжи. И он прямо поднимается, прямо со снега. Поле заснеженное прямо взлетает по снегу, разгоняется, выходит, значит. Главное, чтобы мороз был не больше пяти. Потому что руки мерзнут страшно. Можно, пока греешь руки, он в это время упадет. А жизнь идет себе, как полагается, печаль и радость и напополам. Вот только девочки не в нас влюбляются, и на свидания спешат не к нам. Убегает на утек, убегает на утек, все, что было, как будто вчера. И только в памяти витек, закатычный мой дружок, мне свистит и свистит со двора. Ну, наверное, есть хобби, да. Это русская баня. Причем это все очень серьезно и на теоретическом, и на практическом уровне. Что я имею в виду сейчас? Люди, которые в России парятся в бане. Я выяснил такой момент. Они парятся не в русской бане. Все-таки русская баня – это кирпичная печь, это камни внутри. Она не должна греть воздух в парилке. И поэтому я даже вообще втайне, надеюсь, может быть, на каком-то канале кто-то даст мне возможность сделать целую передачу о банях, куда я буду приглашать людей известных, они будут рассказывать об этом. Все-таки это, согласитесь со мной, такая российская национальная забава. Но я люблю истинную баню. То есть это чай, мед, попариться хорошо, без всяких там, без водки, без каких-то таких моментов. И если такая компания попадается, я с удовольствием иду, мы паримся. Я людям рассказываю, потому что у меня много очень информации. У меня дед, прадед, у них были свои бани. Они строили каменки по своим каким-то эскизам, по своим проектам. Я помню прекрасно, как это выглядело все в Сибири. И поэтому я могу много рассказать об этом. Мне было 8 месяцев, меня уже веником там парили. Видимо, это наложило какой-то отпечаток и какой-то любви. Но я понимаю, что вот это, оно гораздо больше оздоравливает, чем вот эти вот люди идут в аптеки, платят огромные деньги, покупают лекарства. Вот это оздоравливает больше гораздо. Ночью костер, ночью костер, ласково светится. И разговор, и разговор медленно вертится. Селится дым, дым, дым. Куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Сделится дым, дым, дым. Куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Про мои увлечения. Ну, я рада тому, что наконец-то я перешла в другой какой-то этап, что увлечения стали нематериальными. Потому что после того, как я в свое время увлекалась сначала кружками из разных стран. Этими кружками была завалена моя квартира, квартира родителей, бабушки с дедушкой, всех друзей и родственников. Значит, и теперь они еще раздаются, остатки этой коллекции. Потом увлечения шляпками и головными уборами. Я заметила, что в прошлом сезоне, уже оставшимся позади в зимнем, я ни разу ни одну шляпую шапку не надела. То есть они уже даже неприкладные стали. А, правда, вот из былых увлечений остались солнцезащитные очки. Ничего не могу поделать с собой. Люблю. Я по году мартышка. Люблю я очки. Тут уж некуда деваться. Люблю в разных фасонах, от самых крутейших марок до очков с одесского привоза. То есть какие угодно, лишь бы они были какими-то оригинальными, необычными. А из нематериальных хобби сейчас я очень увлечена театром. Увлечена, ну, не собой в театре, но, в общем, я в нем, я участвую в антрепризе, и мне это безумно нравится. Второе хобби, которое со мной идет по жизни всегда, и как-то не хочется, пока мы с ним прощаться, тем более, что я понимаю, что есть востребованность в нем. Я пишу стихи и песни, и у нас есть свой семейный музыкальный спектакль «Фортиссимо любви», и сейчас мы второй готовим. Это то, что тоже меня очень занимает и радует. Но пока это людям нужно, а прежде всего, наверное, это нужно мне самой, потому что это такой мой поток сознания, душевный стриптиз, как угодно, но люблю я это дело. Вот, пожалуй, вот такие вот хобби, которыми сегодня я живу, которые меня радуют. Случайная встреча разбудит, придет, и прошлое вдруг всколыхнется, И к жизнью отдельною вновь заживет, и птахою сердце забьется. Случайная встреча с прошедшим давно, как старая пленка в безмолвном кино, что жизнь получила вторую, где щедро мы цвет прорисуем. Хобби не может быть таким, чтобы оно человека злило. Так ведь? Зачем мне тогда это хобби? Я от него легко откажусь. Оно радует, то есть оно дает положительные эмоции. А эти эмоции в конечном итоге жизнь продлевают. Я никогда в жизни не скажу, что музыка – это мое хобби. Это просто профессия. День и ночь ты не можешь, ты отвлекаешься. Скакать на лошади, там, птичек кормить, там, или розы выращивать, или еще что-то. Это хобби, то, что заставляет тебя отвлекаться, но оно тебя обязательно настраивает на твою профессию. Ты в ней, в этой форме видишь, и правильно можешь в профессии принять какое-то решение. Наверное, так, скорее всего. Кто-то любит автомобили, и он может страстно рассказывать о каких-то там марках, там, 63-го года, 52-го года. Понимаешь, что со мной собеседник, ему интересно жить. И когда ты с такими людьми общаешься просто, почему я это делаю, у тебя происходит обмен энергии. Не надо общаться с негативными людьми, надо общаться с людьми, которым что-то в жизни интересно. И вы будете очень хорошо выглядеть, и вы будете молоды всегда. Понимаете? Вот в этом смысл. Мне кажется, это нужно. Это какая-то такая вещь, которая отрывает тебя от… даже не от быта. Она тебе дает, как Вероника Долина говорит, вторую реальность. И огромное счастье с возрастом это обретает, потому что это без гормональной составляющей. Это какая-то совершенно… вот абсолют. Как дети испытывают абсолютную радость, коллекционер испытывает абсолютную радость, приобретя предмет своих вот желаний каких-то. Я не коллекционер, я собиратель. Я собиратель, и… а мне это нравится. Сергей Любавин, Юлианна Шахова, Игорь Демарин, Наталья Дудкина. Мое хобби. Игорь Демарин, Наталья Дудкина. Игорь Демарин, Наталья Дудкина. Игорь Демарин, Наталья Думан. Продолжение следует...